Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о ненависти. На протяжении многих лет меня волновал вопрос ненависти. Я задавался вопросом, что такое ненависть, откуда она берется и что заставляет одних людей ненавидеть других. Порой я сам становился объектом ненависти и всякий раз я задавался вопросом, что во мне не так, раз кто-то меня ненавидит. И шло время. Багаж моих знаний относительно ненависти рос. Копился мой опыт как объект ненависти и думаю у каждого из вас также есть опыт, когда кто-то вас ненавидел и вы задавались вопросом, за что же вас ненавидят. И постепенно я начал изучать книги по психологии, духовную литературу. Я слушал лекции духовных учителей и постепенно пришел к новому пониманию ненависти, которым хочу поделиться сегодня с вами и возможно это поможет вам по-новому взглянуть на ненависть. Видите ли, ненависть практически ничего не говорит о том человеке, которого ненавидят, но очень четко, очень внятно и красноречиво рассказывает о том, кто ненавидит. Дело в том, что мы можем ненавидеть только то, с чем мы знакомы, что есть в нас самих, но что мы запрещаем себе иметь, что мы запрещаем проявлять, это какие-то качества, какие-то взгляды, которые мы заклеймили как недостойные, порочные, плохие. И мы, во-первых, запрещаем себе проявлять эти качества. Во-вторых, мы отрицаем их наличие в себе. И в то же время мы ищем эти качества в других людях, и когда мы находим их, мы начинаем ненавидеть этих людей. Мы видим, как эти люди легко и с удовольствием проявляют эти качества, и у них нет никаких проблем с этим. И в нас это вызывает бурю негативных эмоций. Как эти люди смеют проявлять какие-то качества, которые мы считаем плохими? Вот примерно как работает ненависть. И здесь возникает некий порочный круг. Чем больше ненавидящий человек ненавидит какие-то качества в других людях, тем в большей степени он запрещает себе проявлять эти качества, тем в большей степени он отрицает наличие этих качеств в себе. И обычной реакцией людей, которых кто-то ненавидит, является ответное проявление ненависти. И в этом видео я хочу предостеречь вас от этого опрометчивого шага. Такая модель поведения является реактивной. То есть, что-то происходит, и мы как-то реагируем на это. Но пора стать хозяевами своих реакций. И перестать отвечать злом за зло. Очень важно понять, что человек, который вас ненавидит, это глубоко неблагополучный человек. Это человек, который уже страдает, который уже сам себя наказывает. Этот человек разделен на части, и он отказывается принимать какую-то часть себя. Он постоянно испытывает ненависть не только к вам, но и ко всем другим людям, которые имеют те же качества, которые есть в вас, которые вы легко проявляете и не имеете с этим никаких проблем. И с точки зрения психологии, с точки зрения психосоматики, с точки зрения медицины и с точки зрения духовных практик, когда человек постоянно варится в ненависти, рано или поздно это приведет такого человека к тяжелым заболеваниям. Поэтому, когда кто-то вас ненавидит, я призываю вас отказаться от естественного побуждения ненавидеть в ответ и посмотреть на такого человека с сожалением, состраданием, с пониманием. Потому что вы теперь понимаете, откуда берется ненависть в этом человеке. И скорее всего, такой человек, который по жизни склонен ненавидеть, он скорее всего никогда не придет к пониманию, почему это происходит. И такой человек, скорее всего, через некоторое время заболеет, будет долго лечиться и продолжать ненавидеть. То есть, этот человек будет иметь несчастную жизнь и без ваших ответных каких-то негативных эмоций. Но что касается вас, это то, что если вы будете отвечать ненавистью на ненависть, вы также в себе будете возвращать эти негативные эмоции. А оно вам надо? Лучше пожелайте такому человеку счастья. Отпустите его. Пусть он ненавидит столько, сколько ему влезет. Теперь вы знаете, какие тяжелые последствия готовит себе человек, который ненавидит. И нет необходимости ненавидеть его в ответ. В этом видео я познакомил вас с тем взглядом на ненависть, который я обрел благодаря многолетнему знакомству с фактором ненависти, с этим феноменом. И благодаря новым взглядам, которые я почерпнул из духовной литературы, из учебников по психологии и из духовных книг. И если этот взгляд поможет вам освободиться от негативных эмоций и обрести больший мир в душе, я буду очень рад. Мне интересно ваше мнение на тему ненависти. Что вы думаете о ненависти? Как вы поступаете, когда кто-то вас ненавидит? Напишите об этом в комментариях под видео. Я с удовольствием и с интересом прочту ваши комментарии. Также вы можете ставить лайки, если это видео было интересно или полезно для вас. Вы можете подписаться на мой канал, и тогда вы будете первыми узнавать о выходе новых выпусков. И в то же время вы сможете поспособствовать развитию моего канала. Вот собственно и все. С вами был Антон Деркач. Я желаю вам счастья. Увидимся в новых видео.